Не прошло и 20 лет, как франшиза «Три богатыря» наконец-то получила свой сериал. И по новой русской традиции его сначала пустили в кинотеатрах под названием «Не дня без подвига». А ловко вы это придумали. Впрочем, зрители все поняли и на сериал в кино не пошли. «Не дня без подвига» собрал кассу раз в пять меньше, чем тот же «Пуп земли». 1 сентября сериал про трех богатырей вышел на кинопоиске, а значит мы его можем как следует рассмотреть и оценить. На ютубе уже вышло несколько обзоров «Не дня без подвига», но даже по их названиям понятно, что благосфера сериал не оценила и восприняла его критически. А зря. В формате сериала «Три богатыря» во многом смотрится выигрышнее, чем последние фильмы, хотя и не лишены недостатков. «Не дня без подвига» есть интересная детективная история, политическая сатира и даже философский подтекст, так что приготовьтесь увидеть первый позитивный обзор на этот новоиспеченный сериал от Мельницы. Ну а начнем с истории. Впервые сериал был анонсирован еще в 2022 году и изначально предполагалось, что выйдет он в октябре 2023 года. После дату выхода перенесли на новогодние праздники, но в итоге в кинотеатрах первые эпизоды «Богатырей» вышли только 20 июня. По плану Мельницы всего должно выйти 6 эпизодов. Дата выхода последующих трех пока что неизвестна, а также вполне возможно, как это всегда бывает, сериал получит продолжение. В техническом плане у сериальных «Богатырей» есть один большой недостаток. Он выполнен в технике перекладки. Этот метод работы значительно дешевле, но итоговая картинка выглядит неопрятной. Герои при такой технике анимации лишены плавности движений. Она крайне важна для вселенной «Богатырей», где, как правило, много экшена. Впрочем, в противном случае нас бы мог ждать 3D-мультсериал про «Богатырей», недорогой в производстве, но совершенно иной по стилистике, по типу «Царевн». В сценарном же плане сериальные богатыри во многом превосходят фильмы, и этому есть объяснение. Основной сценарист нового проекта – Артём Фучижи, молодой автор, пока ещё студент в ГИКа, лауреат различных конкурсов. И это здорово, что Мельница не боится привлекать к своим проектам свежую кровь. Первая серия – «Умный Алёша», пожалуй, самая слабая из всего сериала. В основе её сюжета лежит идея о том, что Алёша, тупеющий от фильма к фильму, после удара дубиной Тугар, внезапно становится умным, после чего легко расправляется с супостатом с помощью знания законов Архимеда. Побеждает Юлия в интеллектуальной битве и изобретает суперпушку, способную расправляться со всеми врагами земли русской, да так, что никакие богатыри больше будут не нужны. Однако, с внезапным просветлением Алёши не могут смириться его друзья и хотят, чтобы тот снова стал прежним дурачком. Идея, когда глупый персонаж внезапно становится умным на какое-то время и тем самым начинает бесить окружающих, довольно избита. Она была в тех же смешариках в эпизоде «Забыть всё». А когда на этой идее построена вся серия и ты понимаешь, что к концу всё вернётся на круги своя? Ну, не станут же авторы менять канон и лишать Алёшу его главной фишки? Это ж сколько гэгов в утиль пойдёт? Следить за сюжетом становится неинтересно. Плюс, в эпизоде встречаются уже довольно заезженные в богатырях мемы. Как, например, этот... Не упал? Упал. Или этот... Ловко ты это придумал. Молодец. При всём при этом, в формате 20-минутной серии этот сюжет не успевает наскучить. Гораздо было бы хуже, если б идею про внезапно поумневшего Алёшу растянули на целый фильм. А когда речь идёт об одном эпизоде, то ладно, пойдёт. Вторая же серия «Пропавшая корона» получилась куда более интересной. Князь по совету Юлия устанавливает во дворце навороченную систему защиты. А чтобы провести её краш-тест, объявляет конкурс. Тот, кто сможет обойти систему защиты, пробраться в княжеские покои и забрать корону, получит приз – 100 пряников. На следующее утро корона пропадает, но победитель вернуть корону и забрать пряники что-то не спешит. Интересно, почему? В итоге князь поручает Алёше, так как другие богатыри уехали на задание государственной важности самому проверить охранную систему дворца, найти похитителя и вернуть корону. В этой серии интрига сохранялась до самой развязки. Непонятно было, кем же всё-таки является похититель короны. Оттого смотреть эпизод было интересно. Помимо интересного сюжета, в серии встречается политическая сатира. Естественно, никакому дураку в голову не придёт идея менять похищенную корону на пряники. Пусть даже их будет сто. А в этом моменте тренированная толпа аплодирует по указке во время княжеского выступления. Всё как у нас в русских деревнях и принято. Также эпизод порадует обилием отсылок как на героев других фильмов богатырского цикла, так и на героев из вселенной Ивана Царевича. А кроме того, в архивах исследуемых Алёшей указан год – 1987. Так что вполне возможно, что действия богатырей происходят в альтернативной вселенной, где Русь в её исконном виде сохранилась аж до 20 века. В итоге пропавшая корона получилась самой динамичной серией с интересным сюжетом и ворохом блестящих гэгов, отлично дополняющих произведения. А вот третья серия – Сон Ильи. Наверное, первое за всё существование богатырского цикла – философская история. Илья, выиграв очередную битву, идёт домой. Жалуясь на то, что его работа превратилась в рутину и в ней уже давно нет ничего интересного, Илья заваливается спать на печку и не просыпается на следующее утро. Спокойно. Это не то, о чём вы могли подумать. Илья жив, просто крепко спит, и жена его, Алёнушка, никак не может разбудить. А тут ещё приходит князь с Юлием, которым Илья позарез нужен. С помощью шаманских ритуалов Юлий прорывается в Сон Богатыря и оказывается там, в параллельном мире, где Илья живёт совсем другую жизнь. Он работает пасечником, производит мёд и продаёт его на базаре, и совершенно не узнаёт своих друзей из реального мира. И кажется, в этом сновиденческом мире Илья по-настоящему счастлив. Эту серию можно трактовать как иллюстрацию проблемы нашего общества. Много людей работает на нелюбимых, скучных и давно надоевших им работах. Многие мечтали заниматься совсем не тем, или, как Илья, разочаровались в своих профессиях, но в силу жизненных обстоятельств не могут их забросить, и им остаётся лишь как Илье довольствоваться во сне, жизнью своей мечты. С другой стороны, эта серия может быть ещё и протестом Ильи, как героя франшизы, уставшего от бесконечной эксплуатации своего образа маскулинного богатыря. Илья бы и рад уже перестать надирать зад супостату в каждом фильме, и просто наконец выйти в чистое поле и делать мёд. Но продюсеры не дают этой Илюшиной мечте сбыться, и в каждом новом фильме облачают богатыря в доспехи и отправляют в новый бой. История прям как с Копаточем в том фильме. Множественность интерпретации – показатель того, что в рамках богатырского цикла наконец-то создали глубокую, наталкивающую на размышления историю, а не просто гэговую комедию, как на протяжении предыдущих 20 лет. Что же можно сказать по итогу? Формат сериала крайне удачен для богатырей. Наконец-то каждый богатырь может полноценно раскрыться в отдельно посвященном себе эпизоде, прямо как в Сольниках. А то в последних фильмах эта неразлучная троица всегда и везде вместе. В результате Илья сливается с Добрыней, и только чуть более молодой и менее опытный Алёша хоть как-то выделяется из богатырского состава. Кроме того, сериал – поле для жанровых экспериментов. И мы в этом убедились, увидев три совершенно разных по жанрам истории – комедию, детектив и драму. Фильмы про богатырей так и так продолжат снимать. Мельницей уже озвучены анонсы как минимум двух очередных частей богатырской саги. Однако нам бы очень хотелось, чтобы новый сериал про трёх богатырей не завершали шестой серией, улучшили бы его визуально и продолжали привлекать к написанию сценариев молодых авторов. Потому что потенциал у проекта есть, и с ним богатыри обретут достойную новую жизнь. А на этом всё. Благодарим всех, кто поддерживает нас на Бусти. Подписывайтесь на наши соцсети в ВК и в Телеграме, где мы публикуем новости, интересности и мемы об анимации. И не только. Подписывайтесь на наш Ютуб канал, смотрите другие наши ролики в ВК или на Ютубе. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok